Этот старик был атакован бандитами, которые хотели забрать все, что у него было, а затем внезапно появился волк, и то, что произошло дальше, было невероятно. Дмитрий напевал в такт радио, пока ехал по тихой заснеженной дороге. Он направлялся в небольшую ветхую хижину, глубоко спрятанную в лесу. Она была его убежищем с тех пор, как три года назад умерла его жена Анна. Но когда Дмитрий подъехал к повороту, он заметил что-то странное. Прямо посреди дороги лежала груда бревен, перегораживая путь. Глаза старика сузились. Это были не упавшие деревья, потому что срезы выглядели слишком аккуратными и преднамеренными. Ему стало не по себе, но выбора не было, так что он замедлил машину. В его голове мелькала только одна мысль — бандиты. Он чувствовал это. Тайга с ее укромными уголками и отдаленными деревнями была не только местом, куда можно сбежать от проблем, но и убежищем для преступников. Вскоре из-за деревьев вышел мужчина с крупным лицом, а за ним последовали еще двое мужчин с ружьями. Дмитрий сразу понял, что это бандиты. Они всегда прятались в этих лесах, поджидая несчастного путника, чтобы заманить его в ловушку. Дмитрий осторожно отстегнул ремень безопасности и потянулся к старому охотничьему ружью, спрятанному за сидением водителя. Но прежде чем старик успел среагировать, двое бандитов нацелили на него пистолеты, приказывая ему остановиться. Еще двое подошли и встали сзади машины. Всего их было шестеро, а он один. Мысли Дмитрия метались со скоростью света. Побег был невозможен. Бревна перегораживали дорогу, а теперь бандиты целились в машину из пистолетов. Впервые за долгое время Дмитрий почувствовал страх, но в то же время он почувствовал еще одну эмоцию. Искорку непокорности. Как раньше говорила его покойная жена, он был упрямым человеком. Он отказывался так легко сдаваться. Дмитрий сидел неподвижно, пока бандиты приближались к нему. Он встретил их взгляд и спокойным твердым голосом спросил, чего они хотят. Бандит рассмеялся хриплым грубым смехом и сказал, что хочет деньги, машину и жизнь старика. Дмитрий понимал, что находится в неравном положении, но все равно отказывался робеть. Он будет противостоять им, даже если это означает смерть. Старик стоял на своем. Его взгляд был непоколебим. Он велел им оставить его в покое, потому что у него ничего для них нет. Предводитель бандитов рассмеялся хриплым смехом. Он сказал старику, что у него очень хорошая машина, и он был уверен, что карманы старика должны лопаться от денег. Все, что им нужно, чтобы старик отдал все, и они дадут ему безболезненный уход из этого мира. Пока бандит говорил, он взвешивал биту в руках. Дмитрий знал, что не сможет убежать от этих людей и не сможет сражаться с ними в открытую, но он не собирался так легко сдаваться. Он был человеком леса, таким же суровым и непреклонным, как эта земля, и не позволит этим негодяям уйти без борьбы. Когда бандиты заметили, что старик упрямится, они не стали терять времени. Они разбили стекло машины и выдернули его из машины с жесткой силой, швырнув на землю. Старик сморщился от боли, почувствовав кровь на лице. Глядя на этих людей, он понял, что это были не просто бандиты, и его инстинкты не обманули. На самом деле, эти преступники были недавними беглецами из отдаленной тюрьмы глубоко в лесу. Суровые тюремные условия превратили их в безжалостных людей без капли сочувствия. Для них жизнь старого человека ничего не значила. Бандиты тащили Дмитрия по снегу и жестоко избили его. Каждый удар обрушивался, как удар молота. Дмитрий чувствовал каждое жгучее ощущение боли, но его дух оставался не сломленным. Избив его до полусмерти, бандиты потребовали ключи от автомобиля. Их план состоял в том, чтобы использовать машину старика для побега из леса. Хотя им удалось сбежать из тюрьмы. Они знали, что полиция вскоре будет охотиться за ними. Однако старик до сих пор не собирался сдаваться. Он жил в суровых условиях много лет. Он знал эту землю как свои пять пальцев, знал ее опасности, и как выбраться из этой ситуации. В один момент Дмитрий придумал хитрый план. Он сказал бандитам, что его машина глохнет из-за сильного холода. Притворяясь обеспокоенным, он заявил, что ему нужно залезть под машину, чтобы проверить двигатель. Бандиты, жаждущие заполучить работающие транспортные средства, неохотно согласились. Пока Дмитрий полз под машину, бандиты оставались бдительными, но недолго. Они заметили несколько пачек сигарет, лежащих в машине. Они тут же бросились за сигаретами, деля их и радостно закуривая. Для них это был вкус свободы, чего-то недоступного в тюрьме. Но они не подозревали, что Дмитрий замышлял собственный побег под машиной. Старик действовал быстро. Он знал свою машину и использовал эти знания, работая ловкими пальцами и сосредоточенным разумом. Пока бандиты наслаждались награбленными сигаретами, старик обесточил соединение между ключом зажигания и двигателем. Завершив обман, старик бесшумно двинулся в лес, воспользовавшись невнимательностью преступников. Бандиты были настолько поглощены своим удовольствием, что не заметили исчезновения старика. Они и представить не могли, что избитый старик окажется настолько смелым, чтобы уйти у них из-под носа. Докурив, преступники посмотрели под автомобиль, желая узнать, что так долго задерживает Дмитрия. Но вместо старика бандитов встретила пустота. Более того, как они не старались, машина не заводилась. Старик перехитрил их, перевернув ситуацию, когда, казалось бы, у него не было шансов. Бандиты пришли в ярость. Они внимательно осмотрели заснеженную местность в поисках старика. Теперь это стало делом принципа. Они должны были найти старика и покончить с ним раз и навсегда. Тем временем Дмитрий бежал по заснеженному лесу. Его старое сердце колотилось в груди. Он не бегал так уже много лет, особенно в таком лютом холоде. Но ему нужно было спешить и добраться до безопасного места, пока бандиты не настигли его. И действительно, он слышал, как они преследуют его, их сапоги хрустели по снегу. Теперь Дмитрий знал, что не сможет надолго оторваться. Он был слишком стар, и его тело с трудом выдерживало темп. К тому же его жестоко избили. Но Дмитрий знал, что в тайге с ее высокими деревьями много укрытий, и он был полон решимости найти одно из них. Спотыкаясь в снегу, Дмитрий заметил высокое дерево с ветвями, тянущимися вверх. Собрав последние силы, он начал карабкаться на дерево. Бандиты, подстегиваемые отчаянием и жаждой мести, уже были близко. Их глаза внимательно сканировали лес в поисках любого признака хитрого старика. Дмитрий держался за крепкую ветку, тихо ожидая. Вскоре бандиты оказались у подножия дерева. Дмитрий задержал дыхание, и повсюду воцарилась такая тишина, что, казалось, сама тайга тоже затаила дыхание. Преступники не могли найти старика, так что им пришлось остановиться под деревом и решить, что делать дальше. Но везение Дмитрия было на исходе. В этот момент рядом с ним заметалась маленькая мухоловка. Ничего не подозревающая птичка явно не понимала напряженности ситуации и продолжала порхать возле старика своими крылышками. Дмитрий проигнорировал птицу. Мухоловка заинтересовалась прячущимся стариком и внезапно бросилась к Дмитрию, клюнув его в лицо. Из губ Дмитрия вырвался стон. Бандиты, находившиеся прямо у подножия дерева, услышали звук. Они обратили свое внимание вверх, гадая, откуда доносится шум. Дмитрий был напуган до глубины души, но мухоловка становилась все более возбужденной. Птица продолжала атаковать и клевать лицо Дмитрия. Пока старик пытался прогнать назойливую птичку, он потерял хватку и упал с дерева. Дмитрий приземлился на снег с ужасающим хрустом, явно вывихнув лодыжку. Но это было не главной проблемой. Беда заключалась в том, что он рухнул к ногам бандитов. Преступники не могли поверить своим глазам. Тот, кого они искали, упал прямо перед ними, уязвимый и беззащитный, и теперь должен был понести последствия своего неповиновения. Один из них достал из пояса пистолет. Это было то самое оружие, которое они отобрали у мертвого охранника во время побега из лагеря. Вид пистолета заставил Дмитрия вздробнуть. Однако судьба преподнесла неожиданный сюрприз, как раз в тот момент, когда палец бандита сжался на спусковом крючке. Было слышно, как громко лают собаки. Один из бандитов подбежал и сказал, что приближается тюремный патруль. Паника вспыхнула в глазах бандитов. Их тщательно спланированный побег грозил рухнуть в считанные секунды. Был реальный шанс, что их поймают и вернут в тюрьму до конца жизни. У них было лишь два варианта – бежать и рисковать беспощадным преследованием патруля или оставаться и столкнуться с последствиями своих преступных действий. Избитый и усталый Дмитрий лежал, радуясь, что его собираются спасти. Но произошло обратное, когда отдаленные крики патруля стали громче. Самый крупный бандит схватил Дмитрия и сказал, что тот идет с ними. Они волокли Дмитрия через лес, как мешок с картошкой. Ребра ныли, голова пульсировала, а сердце билось в груди. Бандиты не могли убить его, не наделав шума, а оставить позади было рискованно из-за приближения патруля. Сквозь зубы Дмитрий бросил предупреждение, что эта часть леса опасна, но бандиты не слушали его. Они продолжали тащить его, интересуясь только тем, как сбежать от патруля. Вскоре они добрались до ручья, пересекавшего тайгу. Ледяная вода кусала раны Дмитрия, умножая его мучения. Перейдя ручей, бандиты были уверены, что сбросили преследователей. Теперь они могли полностью сосредоточиться на старике. Они бросили Дмитрия на землю и начали жестоко избивать. Потом один из них достал маленький нож, но прежде чем он успел нанести удар, произошло нечто шокирующее. Душераздирающий вой разорвал тишину. Яростный волк с горящими глазами выскочил из леса. Он прыгнул на ближайшего бандита, вцепившись зубами ему в руку. Воздух наполнился рычанием, когда волк вгрызался в добычу. Крупный бандит завизжал и в панике достал пистолет, выстрелив в волка. Пуля попала в цель, но, казалось, не причинила никакого вреда. Волк, рыча в знак неповиновения, одним быстрым укусом перегрыз бандиту горло. Человек рухнул на глазах у Дмитрия. Другой бандит выстрелил в волка, и на этот раз тот вскрикнул от боли, но все равно не отступал. Он бросился на бандита, вцепившись ему в руку. Третий бандит поднял пистолет и застрелил волка, на этот раз окончательно. Но тут трое других волков появились из ниоткуда и сразу же кинулись на преступников. Два оставшихся бандита с ужасом на лицах кинулись к ручью, но было слишком поздно. Патруль, привлеченный звуками выстрелов, появился на месте происшествия. Пойманные между клыками и пулями, у бандитов не было куда бежать. Наконец, Дмитрий был спасен. Лежа там он видел, как четверо бандитов, которые хотели убить его, были растерзаны волками. Двоих других уводили тюремные охранники. Пока патруль оказывал Дмитрию помощь, его взгляд оставался прикован к павшему волку. Он лежал у ручья, медленно истекая кровью. Дмитрий узнал этого волка. Это был не просто волк, это был тот самый волчонок, которого он нашел много лет назад. Он лечил его, кормил, пока тот не обрел силы, а теперь волк отдал свою жизнь, чтобы спасти человека. Дрожащими руками Дмитрий вырыл могилу в снегу, его слезы смешивались с ледяным воздухом. Он аккуратно поднял тело волка и опустил в могилу. Пока он засыпал могилу снегом, он пообещал, что никогда не забудет волка, который отдал свою жизнь, чтобы спасти его. Старик продолжил свой путь к хижине, но воспоминания о том дне навсегда остались с ним. Холодный воздух тайги теперь казался другим, напоминая ему о верности и потере. Несмотря на грусть, которую он чувствовал, он был благодарен храброму волку. Это было то хорошее, за что можно было держаться. Бандиты же, напротив, оказались в тюрьме, запертые за стальными прутьями, их план провалился, и теперь их ждала суровая реальность. Тайга не принесла им хороших воспоминаний, только напоминания об их ошибках. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.